Добрый-добрый-добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Друг, это студия Игрокам ТВ Мы начинаем трансляцию матча между командами Форэнкерсен Си Кептон против Натус Винцер Ну, Нави первую катку проиграли, вторую выиграли Третью... не знаю вообще По пику Форэнкерсен Си Кептон... Жесть жесткая Потому что Вис плюс Гирокоптер вещь не пойми как убивать Вообще их Шадофин тоже достаточно серьезный мидлейнер Правда против Лешака, мне кажется, у Немфи будут проблемы на данном герое Лешак, я думаю, что опять пикнут для Дэнди Дизраптор, скорее всего, для Артстайла Винтерн Виверн для Санейка И, кстати, Санейка на Виверне Первый минут пять должен по факту провести на миде Провести на миде и стараться максимально наказать Эсэфа Все в том же миде Ну и Вивер для Хвоста Как я понимаю, а это хорошо Нави Осталось добрать только героя для Фанника Этот будет, разумеется, оффлейн Оффлейн от команды Форэнкерсен Си Кептон тоже отсутствует Нави забанили у нас Бистмастера Хотели бы, я думаю, и себе бы его взять Но... Первый пик для команды Форэнкерсен Си Кептон Последний не для новей Так, а чё вы? Чё вы так делаете? Ну и смотрим, может Энигма вообще появится Или... Или что поинтереснее Магнус, например Только Дэнди в руки вы не давайте Дэнди Веги чуть не слил этим Магнусом Вивер, мне кажется, всё-таки для Хвоста Вряд ли это будет оффлейн вивер для Фанника Пока неизвестно Брудул заманили Игроки команды Натус Винсер Точнее, команды Форэнкерсен Си Кептон Нави Должны выбирать между, ну, большим количеством На самом деле Дарксир Я думаю, что неплохо бы зашёл Под Дизраптора, под стяжечку Самое оно Там, глядя, и стенка в Кенетик Филде Нормально ляжет Вот, Дарксир Более чем очи... Ну, более чем Хорош в этом пике Мне кажется Вообще, Винтер Виверн Ну, такая имбовая подруга Она Со своим льдом Со своей колбой Дисбаланс в драке вносить может И самое главное, что вносит Сэнд Кинг Сэнд Кинг для команды Натус Винсер Последний герой для Фанника Сэнд Кинг Ну, и хоть бы у Фаника был такой Сэнд Кинг Какие Сэнд Кинги бывают у Йоку За Эмпайру Флейн В общем-то, непростой будет Кстати, Сэнд Кинг Может-то у нас вообще не Пойти в сложную А есть вариант вообще, что Фанник у нас фарм будет получать в лесу Сэнд Кинг это может делать Через Сэнд Сторм Я думаю, вы прекрасно знаете об этом Фаренка Сэнси Кэптен Последний пик У них там все про все 20 секунд остается Тоже нужен оффлейн Ну, Клок мог бы заходить смело По данную комбу Или для них Дарк Сир, например Спирит Брейкер для Фаренка Сэнси Кэптена Вот так вот Ну, такая, знаете ли Хорошо пабовская Хорошая пабовская сборка Команды Фаренка Сэнси Кэптен Каждый индивидуально силен Каждый способен убивать Ну, и во главе всего этого, конечно же, стоит Висп Который сам-то убивать не способен Но организовать нормальные файты Может помочь Висп плюс Герокоптер Матумбамен будет играть на Герокоптере Немфи будет играть на Шадофф Индия В мидлейне Валикс Забирает себе Леона Трикси будет играть на Спирит Брейкере В сложной Ну, и со стороны команды Натус Винсер Нави Забрали себе Лешака для Дэнди Артстайл будет играть на Дезрапторе Санейка будет играть на Винтер Виверн Вивер для Хвоста И Сэнд Кинг Это Фаник 10 секунд Решающая игра в данном Бест оф Три Отступать некуда Ниже сетка лузеров И провал там дальше Валиться в сетку лузеров А потом идти по сетке лузеров До Финала Это очень по-новиному будет Но Шло бы оно к чертям Вот такой Такой ход событий Потому что Нави, честно говоря, немножко достали Сливать, а потом Рвать задницу и говорить, что Ничего, мы и так пробьемся Не всегда они могут пробиться В Интернешнл 4 показал Что Нави, если падает сетка лузеров То в этой сетке лузеров И отдыхают До конца игры Топ 8 Интернешнл Это разве место? Это не место Это не пойми что Ну и теперь, пожалуйста Нави Вообще не получили у нас Инвайт на Интернешнл Они дважды здесь Бороться До крови Чтобы доказать Что они Хотя бы 16 лучших в мире команд Заходят Вообще по всем По всем Более-менее официальным Прогнозам Не прогнозам А рейтингам Нави на 20 позиции У нас были То есть В никакие топ 16 Если бы так инвайты прямые давать Нави не влезли Вообще мне кажется Что Для Нави-то И затеялись Все эти квалы Чтобы протащить их На Сам ивент Разумеется К ним много внимания А валовые медийные штучки Не пропускаем Поэтому и матчи дополнительные Все это Дополнительные Трансляции Дополнительные просмотры И там деньги И здесь деньги И везде Все это завязано На денежках И валовые Естественно Деньги тоже Дарить никому не будут Фанник забирает у нас Баунти руну Дэнди забирает Баунти руну внизу Нормально Сэн Кингу Баунти руна Стоила всего лишь Одну бутылку Кларити Ну Получил Прилично денег Получил При этом Еще и экспы Ну Почему бы и нет Ну Кларити за 50 копеек Можно и потратить Не критично Дэнди На мидлейне У Дэнди пока ничего не вкачано У Немфи есть Некромастери Дэнди Сплитес Есть у него Под стопили у нас немножко Дэнди И уже прилетает сюда Буги Дэнди по горбу Дума получал Если что Есть у него Хилинг селф Ну и потихоньку Начинает зарабатывать Себе Крипов Сф Пусть и своих Но для Некромастери Разницы нет Чьи души забирать Свои Чужие Вообще без разницы Ну Дэнди Здесь просто должен По фарму Задавить Немфи По сути Но для этого Надо постоянно Харасить Немфи Для этого Есть Латнинг Сторм Вещь великолепная Вещь нужная И полезная Или Шрак По идее Должен агрессивнее Себя вести Я думаю Что так Скорее всего И будет Буги Не будет Отходить От Сф Тогда и Санейка Должен быть здесь А что это 2 на 1 Нечестно Так немножко Почестнее будет Фанник Против Матумба Мэна И Валикса Дабла От команды Фрэнка Синси Кэптон На легкой линии Дабла в миде И нижний лайн У нас Соло Стоит Трикси На спирит брейкере Вот его Подпускать Вивер не должен В принципе Крипам И Артстайл Видим что уже Без маны Потому что Сандер Страйк Неоднократно Произал на Трикси И будет продолжение Думаю От Артстайла Артстайла Тут Кинетик Филд Да Серьезно Да Есть генератор Имморталовский От Артстайла Это все Компиндиумные штучки У меня Такого нет Немфи На лоу хп И Дэнди Забирает у нас Немфи Сплитерс Точный Лайтнинг Сторм Еще более точный Тут промазать нельзя Был Трикси Пришел Подраться Решил Против Дэнди Еще один Сплитерс Маны бы Немножко Дэнди Трикси Развалился бы Здесь Но Маны не хватило Зато Боттл Появляется У мидлейнера Команды Нави 97 очевидцев Фестблада Круто Я один из них И вы К счастью Тоже Нави уже выигрывают Тысячу по золоту По экспириенсу 600 В пользу Команды Нави Фанник проседает Немного по хп Некритично Курьер уже несет Боттл Для Дэнди А что тут У Немфи А у Немфи До Боттла Еще 100 Копеек Но здесь есть Боттл у Буги Который В принципе И является Главным Регенератором Нашего Мидлейнера Команды Фрэнкерс Сэнси Кэптон По фарму Дела обстоят В пользу Команды Нави На 600 По экспириенсу Тоже 500 В пользу Нави Давайте смотреть По крипстату Кто да как У нас идет Матумба Мэн на гирокоптере Идет на первом месте И немножечко Отстает от него Хвост Хотя вообще И не не отстает Разве что По дынайным героям Крипам Вивер На второй позиции Немфи На эсэфи Тоже на второй позиции Немфи должны здесь убивать Санейка Еще бы один Ударчик 10 хп у Немфи Санейка Есть у него лед Нет льда у него нет У него сплинтер бласт И у него нет Cold Embrace Санейка бы отдаться Кому-то Поползла Виверна Ну куда Куда тут ползти Доползла Виверна До того что умерла Матумба Прилетает на мидлейн Забирает саппорта Но теряют мидера своего Игроки команды Фрэнкерсен Си Кэптон Правда они тут заработали За Виверна По золоту Больше чем Нави заработали За эсэфа Это честно? Нет вообще не честно 230 еще и по экспе Нави подняли Против 190 От команды Фрэнкерсен Си Кэптон Трикси Общались же как люди Куда ты побежал? Психанул Трикси Побежал на фаника Вот такой вот шлем Не выпал С первого Сундука Такая имморталовская ерунда Которая есть у фаника Так как там дела у хвоста У хвоста 22 на 9 Крипстат Первый на карте У хвоста по фарму Все великолепно Хвост по фарму На втором месте Отстает от Дэнди Нави вообще Две первые позиции Занимают по Нетворсу Ну и ситуация для хвоста Комфортная Потому что Трикси В это время бегает Пока Спиридбрейкер бегает Стоит спокойно На фрифарме Вивер зарабатывает экспу Зарабатывает золото Позже это все В артефакты Превратится Позже хвост Будет достаточно серьезным Оппонентом Команди Фрэнкер Сенси Кэптон И здесь кстати Как керри Вивер по-моему Очень даже ничего Бёрст дэмэдж От команды Фрэнкер Сенси Кэптон Если не будет Со старта Сливать хвоста То повторного Бёрст дэмэджа От якорей Не будет То есть Ты юзаешь Ты юзаешь Таймлэпс И В принципе Можешь разбивать лица Почему бы и нет Таймлэпс у нас Кстати И выйдет Минус дэмэдж Который Нэмфи будет носить Реквимов Сол Так что Вивер тут Наверное Очень даже Удачный герой Да и не только здесь Вообще Вивер Очень даже Удачный герой Как мне кажется И незаслуженно Малопикабельный Хвост Врывается на Трикси Санейка Провязал здесь Артик Бёрн Трикси Пытается подсловить Сформ по нему есть Так в хвост Что не так Что с тобой Хвост не решился Идти дальше Но тут реально Фарм в приоритете Даже и обсуждать Это не стоит Хвосту главное Зарабатывать деньги Здесь вот За вот этих крипов Который хвост Без риска Абсолютно Убил Без риска Для жизни Я говорю о риске Который был бы Если бы он за Трикси побежал Так Буги у нас подкопали Буги через Тизер Летит к Нэмфи Ну и буги уходит Так вот Хвост за крипов За машинки За машинку За двух крипов Заработал столько же Сколько бы он заработал За килл Трикси Но при этом Пришлось бы отойти с линии Пришлось бы рисковать Собственным хвостом Пришлось бы Тратить время Лучше конечно Фармить Это все в приоритете У хвоста есть Главс оф Главс оф хейст Главс оф хейст И Есть у меня подозрение Что хвост На ранних минутах Будет выходить В Хэнд оф Медас 1400 и ни на что Деньги не тратятся Висп у нас просил По хп Санэйка Наваливает по буги Трикси на ухп Фанник должен убить Как только из хиксы выйдет Фанник Не догоняет Трикси Трикси умер Санэйка тоже умер Но убили Трикси И убили виспай Команды Нави А сами потеряли Фанника Потеряли Санэйка И потеряли Артстайла И Матумба Мэн Трипл килл Приехали Формили Формили Хвост зарабатывал На фрифарме Деньги Тут вся команда Нави Просто отдается Мейн керри Форэнкерс НС Кэптон Счет становится равный Но 628 голды Подарили На ровном месте У нас Матумба Мэну И Артстайл Проседает у нас По хп Кенедик Филд Ставит Артстайл Артстайл разваливается Мега килл Для Матумба Мэна 5-0-0 Все 5 киллов Делает Матумба Мэн Вы вообще В порядке Как бы Приобретает Хенд оф Медас Себе Вивер Деньги Польются Конечно Рекой для Вивера Хватило бы За дело Вот этого Деньги Которые будут У хвоста Хватило бы Этого Преимущества Всей команде Хвоста будет У нас При денежках Это не обсуждается Вот Будет ли вся команда У нас Не в упадке Полнейшем Это вопрос Трикси здесь Вне зоны Вижена Да Трикси не видит Хвост А вот он Трикси Вот здесь Вот он Вот он Вот Вот Смотри Смотри Watch out Так Гирокоптер Уже у нас С рингов Аквилой Есть у него Роб Уже Есть у него Брасер И вот Вот появятся Барабаны Для Матумба Артефакт Конечно Пердовый Но если он Появляется На девятой Минуте То Это очень Даже неплохо После фейзов После аквилы Нормальный Артефакт Если он На голом Гирокоптере На тринадцатой Минуте То конечно Это не Артефакт А так Просто На затравку Трикси Типа У нас Старается сделать Артстайл Он его не видит Так бы Глимсонул назад И можно было бы Подраться И куда Трикси Полетел Где ты Трикси Трикси у нас Возвращается на базу И побежал На хвоста Трикси тоже у нас Да С имморталовской хренью Да Имморталовский шлем Бежит Трикси На хвоста Наверное Не добежит В это время Проседает по хп Висп Но это в лесу Случилось Ну и Дэнди Как там Дэнди Дэнди по фарму На третьем месте На втором у нас хвост На первом от Умба Мэн Пять фрагов подарили Скатье Ну и Нави вообще выигрывают Более Полутора тысяч По голдей По экспринг Так хвост у нас просел По хп Таймлэпс Не знаю Юзать не юзать хвосту Лучше бы не юзать Вы понимаете Куда это вернуться Это Валикс засадил у нас Хвосту под хвост И хвост конечно Тут огреб Плотнейшим образом Но вот не умер В итоге хвост Трикси в кинетик филде Обрывается на отстайл Стан пошел по хвосту Сворм не попадает По Трикси И надо Нави Отсюда уходить Они слишком много Вкастовали Здесь Без нормальных Скиллов остались Статик шторма У Дезераптора Пока что нет Но рановато На 10 минуте Мейн Мейн саппорт Фулл саппорт Арт стайл Шестой левел Нигде так собственно Насобирать и не мог бы У команды Фрэнкер Сенси Кэптан Ульта есть У Гирокоптера И У Леона Или он ее уже продемонстрировал Хвост теперь Обо всем догадывается Разгон на Денди Вот Трикси Будет ли подходить Немфи Или отменится разгон У Немфи без маны Трикси надо отменять разгон Нет Трикси Да нет Трикси отменяет Все развел Денди на сплитес Ну Относительно развел Потому что Крипы то все равно Свои получили За этого бедового Трикси Отхватывают крипы У которых 310 хп И 0 дефа Плохой Трикси Хвост Продолжает С Медасом Зарабатывать Деньжище Пауэр Трэдс Есть Есть Базилка И Хвост По фарму Чуть-чуть отстает От Матумба Мэна Гирокоптер Тоже стоит В общем-то На фрифарме Потому что Фаник близко не подходил Кстати Фаник у нас В лес ушел Фаник зарабатывает Восьмой левел У него Так Фаник приходит У нас Файт или нет Нет Сент Кингу Плевать на все Пусть Дэнди Разбираются Я манал вообще Говорит Фаник Фаник в это время Забирает у нас Скрипов Сейчас еще и новенький Появится Для Фаника Есть Даггер для Сент Кинга А это уже Безусловный плюс 11 минут Понадобилось Сент Кингу Чтобы приобрести Себе Даггер Смоук Тоже покупает Фаник И готовится Выход Куда-нибудь Плевать Вообще Куда Куда угодно Главное Выйти Смещается Валикс На нижнюю руну На нижний лайн Точнее Трикси уже Бежит Полоумевший Врежется В хвостах Хвост Видит Трикси Никуда Вшу кучу Не уходит Понятно Что Трикси У нас Свернет Трикси У нас Смелый Но не сумасшедший У Трикси Опять Сейчас же В Даркнесс Имеется Нет до сих пор Незерстрайка 6 левел Вот-вот Появится 9 левел Для Вивера Куда Деньжище Слил Где деньги Деньги у нас В рингов Аквила Для хвоста Подождите Но это же не все Боттл тоже покупает Себе хвост Вот так вот Слил деньги В Вспомогательные Всякие артефактики Ну и будет теперь Контролить руны А почему бы и нет Еще одни деньги Для хвоста Руна богатства Здесь прокнула Так Отстайл у нас На линии Пока хвост отошел Пока взрослые ушли В магазин за руной Пополнить бутылочку Артстайла Развалили Напали на Дизраптора Пятого левела Без артефактов Вообще Бутс оф спид Понятное дело Не спасает От такого Убер демеджа И Быстренько Справились Дизраптор Прилетает Винтер Виверна Нижний лайн Что тут у Виверна Шестой левел Есть Винтер Скерс Имеется Есть Кул имбресс И Ну и все И сплинтер бласт Кстати Демедж это много Виверна Вносит на ранних Левелах Под свормами Под шукучами Всеми постоянно Юзабельными От хвоста Можно попробовать Развалить Трикси увидел Виверну А Трикси Никто не видит Он всю игру здесь Стоит Получает экспу Заработал Шестой левел Чувак на линии Не появлялся Шестого левела Неужели никаких Вопросов уновения Может и есть И Трикси опять Побежал на базу Он все время Оттуда улетает На базу А потом Прибегает На разгоне На хвоста Не добегая В принципе До него По фарму Хвост на первом месте Шесть тысяч Для него Пять шестьсот Немфи А как там Денди Мы что-то забыли о нем Денди если не на пудже Вообще Денди И не смотрится Сразу Внимание к нему Минимальное Денди уже Одиннадцатый левел Получил Есть вторая пуль Снова У Шадоу Финда Тоже вот-вот Появился Одиннадцатый левел И второй Реквим оф Сол Прокачан По Нетворсу Денди Пять пятьсот И пять восемьсот Немфи Близко друг к другу Идут Лешак В принципе Очень даже ровненько Ну и первый У нас хвост В файтах не участвует Просто ходит по лесу И крипов Мидасом забирает Не заблочь спот Руна для хвоста Ну классно Все Все классно Он пополняет рун У него постоянно Здесь руна богатства Он ее постоянно юзает Сейчас произойдет Мидас Потом руну богатства Валикс должен видеть хвоста Не должен Видит его Видит его Это понятно Все И хвост Немножко здесь Трухнул И свалил Фаник С даггером Но этот даггер Не реализован Почему Спросите вы Я вообще В душе не чаю Почему Матумбамен Кулдаун под фаник Беги Фаник Беги Видят у нас фаника Фаник Подкоп По По буги Фаник Уходит у нас в сэндсторм Буги должен развалиться Буги умирает От шадоу страйка И Матумбамен Начинает наваливать По арт стайлу И фаник Без ульты до сих пор Почему Скажите пожалуйста Фаник готовится Дать ульту Или не готовится Фаник просто стоит У него лоу хп Похилили немного фаника Забрали одного виспа Нави 5-6 Нарвится счет Нави проигрывает За виспа Заработали 400 голды Фаник стоит И готов в принципе На табор врываться Если Форэнкерсенс и Кэптен Подойдут Это реально Суицидальные наклонности Должны проявиться Чтобы подойти сюда Они знают Что есть даггер у Сент Кинга Прекрасно об этом знают Они знают Что он не юзал Эпицентр И они знают Что Нави Подхилят Сент Кинга Ему не придется Пешком идти На базу В итоге Нави Забирают табор На топ лейне У них становится 3000 плюс По голде По экспириенсу 2000 тоже Для украинского коллектива Трикси видит Хвост И Трикси видит Фаник Но подлетать нет смысла Через чаржу Даркнесс Убежит у нас Спиридбрейкер Разгон в Дэнди Трикси Врывается у нас В Дэнди Зачем Ты вообще нормальный Трикси Врывается у нас В Дэнди Через 6 секунд Аж будет Чаржу в Даркнесс Ну пожалуйста Только я поговорил Что у нас Смелый Но не сумасшедший Спиридбрейкер Спиридбрейкер Врывается на Дэнди То ли на руну Позарился То ли еще Зачем-то сюда прилетел Нет у нас Спиридбрейкера Еще 17 секунд Не будет Подарил немного денег Немного экспы Но в любом случае Нави в плюсе Ну что Нави готовы Подпушить Т1 Дэнди Провязал Правда Диаболики В никуда Просто Как Просто так Чтобы землю Продамажили Фаник Под смоком Под смоком Санейка Фанику нельзя палиться Трикси увидели И ушли отсюда Что-то Трикси не спалил Когда Фаник У нас будет Кастовать все необходимое Кулдаун Гирокоптера Думали что здесь Стоит Фаник Нет здесь Фаника Глимсует назад У нас Немпи Немпи в стадик Штормей Немпи скорее всего Здесь развалится Где Фаник Фаник Врывается у нас В толпу Фаник Под Эпицентром Минус 3 делает Нави Хвост дальше За Матумба Мэна Матумба Мэну Здесь точно тапки У него нет кулдауна Хвост беги Четверых забрали Еще и Трикси развалили На Мидлейне Спирид здесь умирает И Гирокоптер единственный Кто выживает Дождался Фаник Своего Звездного Часа 10.6 Нави зарабатывает 1700 по золоту И 2700 по экспириенсу По галде они уже более 5 По экспириенсу более 5 И сейчас видно что Нави Сильнее чем команда Форэнкер Сенси Кэптен Форэнкер Сенси Кэптен Очень простой для реализации пик Там такой Run'n'Gun Бэйби Ги В общем то ничего сложного Подкопы От Леона Хексы Finger of Death Кулдаун Баратрум прибежал Висп принес Гирокоптера туда Все элементарно Все на уровне Третьего класса Доты Но Видим что Нави Просто их переигрывают Здесь И пока что Переигрывают на классе Фаник Вгрызся Триксы Триксы есть Ульта правда Она в КД Фаник Здесь сожрали Ну здесь Гирокоптер Вместе с Леоном прилетел Даже это не Гирокоптер Точнее Висп Висп Говорю даже не с Гирокоптером Прилетела А с Леоном Ну И так можно было убить Все таки это Саппорт Пусть и оффлейм герой Но саппорт Сам по себе Тут Какой-то Силы Сэнд Кинг Не представляет Вот эпицентр от него С подкопом И Сэнд Стормом Это прям великолепно С руки Чтоб бил Сэнд Кинг Или выживал В каких-то замесах Да ну Не выдумывайте 6 тысяч Нави по голде По экспириенсу Нави С пяти Опускаются До трех Хвост перемещается В лесу Хвоста есть Огр Клаб И Митрил Хаммер Есть у хвоста Хвост покупает Себе БКБ Против Гирокоптера Наверное Да Наверное Ну В принципе Драться В толпе врагов Стоит Тем более Что Здесь Леон С Фингер Офдес А не Лина С Лагуна Блейдом Так что БКБ спасает От Миллиона проблем Кулдаун Это не серьезно Здесь Тоже ничего Ну и демедж От Шадоу Финда Тоже в принципе В никуда Отправляется А нет Бьет 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 Ну что Дэнди Выходит у нас На нижний лайн Рядом стоит Артсайл У Артсайла Все скиллы Откэдэшились Дэнди Через диаболики Третьего левела Влил Все в принципе В глиф Ну и руками Можно развалить Нави Перемещается на мидлейн Фаник Кастовал у нас Ульт Прыгает на Матумба Мэна Гирокоптера Должны убивать Должны убивать И убивать Винтер Гливерт Забирает у нас Гирокоптера Это еще и Unstoppable Streak Буги Закрывают здесь Кстати к Штормейке На этих филде Ну и все И Форенкерсен Си Кептон Теряют Свою главную Дамажущую комбинацию Дэнди Сейчас заберет у нас Крипов И с диаболиками С Пуши Тава Глиф есть Надо юзать Команде Форенкерсен Си Кептон В это время Вивер забирает Еще и Леона Прямо под Хайграунда Ну и Глиф Не провязали Только сейчас Когда уже диаболики Закончили Сейчас диаболики Откэдэшатся И Нави спушат Таури Я думаю что эта катка Достаточно быстро Должна закончиться Нави давят Нави давят территориально Нави давят в файтах У Нави Много денег Много Дэмэджа Ну и большой потенциал Влейт Достаточно мощный Это Лишрак Это Вивер Это Да тот же Сэнд Кинга Что у команды Фрэнкерсен Си Кептон Влейт Гирокоптер Влейт Сто процентов И СФ Но СФ у нас идет Через Мекку Так что СФ Немножко себя подстопил Ну Виверу хотя бы Хотя бы Хэнд оф Медас Дает скорость атаки Это плюс для хвоста Вот А Мека СФ удает Ну 200 дополнительных хп Ну если вас разваливают В хламину То какая в принципе разница Будет эти 200 хп Не будет этих 200 хп Нави выиграют по голде 7000 По экспириенсу 4000 Холдаун по Фанику Фаник слышал Звук этот Фаник уже знает Как сильно Бобо делает Гирокоптер Фаник отсюда Уходит У него 12 левел У него второй эпицентр Есть уже Водит Стоун Есть Форс Став Есть Даггер У Фаник один жиж Я смотрю тут Куры не клюют Ну да 6700 заработал Фаник Он на пятом месте От Матумбомена На 2000 всего Отстает Это типа Ого-го Немфи у нас 9500 И хвост 11200 Вивер после БКБ приобретает Митрил Хаммер Это значит Что вивер выйдет В Дезолятор Ну и по фарму Хвост Согласитесь Очень уверенно идет По-моему здесь Да Более 500 голды В минуту На 22 минуте Это классно Это действительно классно Хвост и фармит Серьезно Через Сворм Через Шукучин он Стоп Хвост Старается заработать Все деньги В Доте И пока у него Неплохо это получается 500 плюс На 22 минуте А ГПМ Это правда серьезно Не часто На профессиональном уровне Еще где-то Когда приблизительно Равные команды В равных стадиях Турниров играют А тут по скиллу На самом деле Фрэнкерсен Си Кэптон Ну по состоянию Нави Они так С Фрэнкерсен Си Кэптон Еще и тягаются Потому что Первую катку слили И Слили Не случайно Вот И в таких матчах Такой фармы Это как бы Это как бы Классно Глимсует назад Матумбомена Непонятно Зачем правда Куда его отправили Лишак забирает Т2 На мидлейне Валикса Закрывают у нас В Кинетик Филд Хвост Юзает БКБ Против Немфи Стадик Шторм По Матумбомену Убивает Артстайла Хвост Скорее всего За Трикси Трикси Есть Сейчас же В Даркнес Хвост У нас Улетает В Таймлэпс Ну и двоих Потеряли Нави Забрали Только Леона По голде Здесь 1100 Фрэнкерс Заработали И 2000 По экспириенсу У Хвоста До появления Дезолятора Еще 150 Здесь И кстати Поменялись Деньги На стоимость Рецепта Рецепт Теперь 300 Стоит Так что Хвоста Еще 400 Голды Всего лишь До Дезолятора Круто Круто По экспириенсу До трех Нави спускаются По голде 7500 Выигрывают Санэка Есть Глиммер Кейп У Сэнт Кинга Сэнт Кинга Есть Ой Денди Убил Нас Спирит Брейкера Бывает же Денди Никаких Пока Тревелов Или Чего-то Подобного Денди Не покупал У Санэка Есть Глиммер Кейп Есть У него Солуринг Есть Транквил Боцы Так Лешрак У нас Попал Под Колдаун Ну Здесь Развалили Очень быстро Буги Плюс Матумба Мэн Хвост Под БКБ Должен Забирать Курьера Да Курьера Хвост Забирает Таймлэпс И валить Отсюда Что в Курьере В Курьере Ничего Кстати Не лежало Хвост У нас По-быстренькому Бежать 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 Ну и Правильно У Хвоста Сейчас Уже Будет Готов Дезолятор Да Уже В принципе Готов Уже Должен лететь Замит Киллхаммера Для Хвоста Есть Деньги На рецепты Дезолятора Тоже есть Хвост Перебитает Себе Дезолятор И Денди Покупает Себе Покупает Себе БКБ Ну все Нави Выходят На Роху 25-ая минута Дела у них Идут Великолепно 7500 по голде По экспириенсу 2000 Ну и К черту Эт экспириенс Эт экспириенс Не решает Решает золото Все решает деньги Кулдаун у нас На Рошана Аегис Аегис лежит Аегис лежит Вивер его в итоге Забирает Хвост у нас Юзает таймлэпс Ну и бесполезняк Вообще от этого Таймлэпса Хвост начинает По Немфе настреливать В инвес уходит Хвост Может еще и не умереть Здесь кстати Не подходи близко К Немфе Он взорвется Матумба Мэн В это время Забирает у нас Уже троих Хвост сейчас встанет После Эгиса Дэнди развалили Хвост Настреливает по Буги В БКБ Хвост Буги должен забирать Да Буги здесь умирает Сто процентов Матумба Мэн у нас По Фаннику Фанник вкастовал Кстати очень даже крутой Эпицентр с хайграунда И Хвост По ДД Дальше за Матумба Мэном Приплыл Матумба Мэн Разгон у нас Пошел на Фанника Фанник умирает А Хвост здесь не отпустит Матумба Мэна По крайней мере Не должен Как ты так бежишь-то быстро Хвост на хайграунд Беги Да забегай ты И разваливай его Нет Нет Хвост не рискнул Странненько 2500 потеряли Нави И здесь уже Валикс И Хвоста забирают Хвоста забирают 6 в 2 Наверное 6 в 3 Закончилась эта драка Хвост 1300 Подарил своим оппонентам Попахивает Хренью От Нави Очередной Хренью Которую Нави любят делать Я уже не знаю Нравится мне ли этот коллектив Или я ненавижу его Гирокоптер С такой феноменальной скоростью Валил нас от Хвоста Хвост под Шукучи Не мог догнать Гирокоптера А Шукучи имеет кулдаун 4 То есть пока Хвост бежит в Шукучи Для продолжения Точнее кулдаун 6 Пока Хвост 4 секунды бежит в Шукучах Кулдаунится данный скилл То есть 2 секунды Хвост не в Шукучах 4 секунды в Шукучах И так постоянно И он не смог догнать Гирокоптера Фейсбуцы, барабаны Яша Гирокоптера там Мувспид просто конченый был Появляется для Артстайла Аганим Это значит что ничего В стадик шторме Узять нельзя И это очень крутая фишка На Дизрапторе Приобрести Аганим Это прям Обязательное вообще явление Ну что по фарму Хвост продолжает быть На первом месте У него 13,5 Матумба Мэн у нас 12 с копейками Немфи 11,900 И Дэнди На четвертой позиции У Лешака У нас всего-то ничего Бладстоун С 5-ю зарядами БКБ есть у Дэнди Но 5 зарядов в Бладстоуне Немного печально Ну и Пойнт Бустер Появляется Дэнди Не знаю Аганим Это или Акторин Кор Будет для Дэнди Сейчас узнаем Со следующим Купленным артефактом Нави 7,5 тысяч Скатились до 3 И по экспириансу Выигрывали 4 Теперь проигрывают 1 тысячу Фаник у нас Уже имеет Все почти необходимое Только Сейдж Маск Осталось купить До появления Юла У Шадоуфинда Вообще ничего нет Этот Шадоуфин Ничего еще так смотрится 1-4 правда у него есть Но он на третьем месте По Нетворсу Он вроде не должен уметь Файтиться Потому что Ну артефактов-то Классных нет У него даггеры У него мека И у него БКБ Ну это не шуточки же И умудряется Немфи Еще и кого-то убивать И саппортить И не умирать В файтах Ну как его можно не убить Да он Живучий Потому что Мека и БКБ Это как раз для живучести Но Дэмэдж Что он не наносит Нави за это время Должны убивать Всех героев Команды Фрэнкер Сенси Кэптон А потом заниматься Уже издевательством На Шадоуфиндом Нет так не случается Нави Под смоком Здесь есть В центре вар Тут команды Фрэнкер Сенси Кэптон Но что есть Что нет Конечно он не решает Трикси Приобретает себе Алибарду Трикси побежал На хвостах Хвост быстрее К своим друзьям Хвост юзает БКБ Трикси Незерстрайк в хвостах Хвост не проседает по хп Кастует ульту Здесь Нэмфи Нэмфи подсловили Надо убить его дотом Он кастует ульту Стадик Шторм под ноги Нэмфи Опять у нас кастует ульту Развалили Трикси Развалили Виспа Хвост у нас байбекается И в таймлэпс Быстренько сюда Валикса Забери хвост Валикс у нас упрыгивает Фаник На лоу хп Валикс Фаник это и забрать может Нет Фаник забирает в итоге Валикса Все просто на соплях Отстайл Санейка И Фаник Вы посмотрите на количество их хп Они забирают 4 героев команды Фрэнкер Сенси Кэптон Матумба Мэн Если б не подкоп Сейчас Матумба Мэн Просто изуродовал бы команду Нави Но Здесь очень удачно По таймингу Все сделали Нави Это Тим Вайп Это 5 в 0 Точнее 5 в 1 Да хвоста забрали Но в итоге Нави Оказывается в плюсе 1220 По экспе 7000 Зарабатывают И заставляют 900 голды Потерять команду Фрэнкер Сенси Кэптон Дэнди в общем-то Фуловый Дэнди можно Под диаболиками Заходить на хайграунд Дэнди у нас Тауэр еще Додумался немножко Поагрить на себя Потанковать Зачем ты это делаешь? Здесь куча крипов Ну Нави Забирают Т3 Расходитесь пожалуйста Идите на базу Хильтесь Хвост Играет судьбой Пока что Судьба выигрывает Я так смотрю на хвоста Таймлэпс Если успеет провязать Услово провязать таймлэпс Ну и здесь под вардом Хвост и остается Класс Оно ведь Оно ведь Все для этого и делалось Хвост дарит 532 голды Хвоста не будет 82 секунды И Хвост Теряет точнее 532 голды И сам дарит их Спиритбрейкер Но в общей сложности 1300 Зарабатывает Фрэнкер Сенси Кэптон И 2200 по экспириенсу 5000 Нави в плюсе По экспе 4000 Нави в плюсе Так Хвост у нас Приобретает Ultimate Orb Пока неизвестно Куда Может это даже будет Например Линген Сфера Тоже вещь Не бесполезная Да я понимаю Что есть БКБ Но есть и точечные штуки Которые Неприятные Ему например Незерстрайк Которые сквозь БКБ лупит Еще как Немфи Кастует ульту Прямо по Т1 Артстайл На лоу хп Артстайла Немфи забирает Дэнди в это время у нас Нормально всех раздамажил Дэнди БКБ юзайт Старается отсюда уйти И Дэнди Последняя тычка От Валикса Отправляет в таверну 3 в 1 Дерется Нави Фаник Есть эпицентр Ну можно и вкастовать Да врывайся ты Фаник Врывайся Осколки полетели у нас По команде Фрэнка с инстикэптен Фаник прячется в кусты Фаник обидит Валикс Фаник упрыгивает Т1 по миду Нави Потеряли Не страшно 32 минута Вообще по голде Нави с 7 с половиной Уже скатились почти до 2 Сейчас обновятся графики И там будет меньше 2 Ну и на первом месте У нас Немфи По фарму Пожалуйста У Немфи 2700 Есть на руках У него даггер имеется У него есть БКБ Пауэртретс И он уже не такой уж и донышко 18-й левел Вообще у нас Для 18-й левел У нас для СФ 19-й у Лишака 18-й у Хвоста Фаник 16-й Триксель 16-й Матумба Мэн 16-й Кьюл появляется Для Санэйка Еул Есть у нас У Сэнд Кинга Еще и сверху Для Фаника 1800 Как там Дэнди С Актеринкором Пока никак Пока откладывается Плейт Мэйл Приобретает Дэнди Будет покупать себе Шива с Гвард У Вивера Одинокий Утимейт Уорб 2500 Нави по голде Проигрывает по экспириенсу Нави выигрывает Точнее по экспириенсу Нави выигрывает 1250 Если 2500 разделить на 2 Ну где-то посерединке У нас там 1300 1300 Хвост купил себе Рецепт на линку Да Хвост будет сейвить себя Потому что хвосту Тут вообще не жизнь Этот Незер Страйк Держит постоянно хвоста В стане Держит его Чарджер Даркнесс Который тоже у нас Бьет нормально в хвоста Ну и хвост Решил себя обезопасить Ну минус 1 Какой-то хороший скил А точечные скиллы Здесь действительно Хорошие Это либо Хекс Либо это Тут же Незер Страйк Который будет сквозь БКБ Стараться бить Либо Али Барда Что-то что хвосту Очень не нужно Ну и по сравнению С первой каткой Хвост тут обезопасился Вообще да Да нельзя Сильно В принципе дэмэджа У вивера хватает Правда кстати Ну не знаю так Насколько хватает Ничего с линкой Не изменилось Персик Персик Ультимейт Орп И рецепт Рецепт Правда собака дорогой Но рецепт у хвоста Уже имеется Надо только Накопить еще 270 копеек До появления Воидстоуна Игра у нас В пассивную стадию Немножко вошла Последние минутки Давайте пока у нас Драк нет Посмотрим на артефакты Для буги Есть Геосептер Дороже здесь В принципе Ничего нет У СФ Появляется Кристалис 2.300 на руках У Немфи У Спиритбрейкера После Али Барда Еще и Мидас И БКБ И побежал у нас Спиритбрейкер Побежал в Артстайла И отменяет Ну тут Не просто в принципе Драться против Артстайла Ну хотя БКБ есть БКБ есть У Спиритбрейкера Поэтому можно было бы Ворваться Глимс Не сработал бы Ну и появляется У хвоста Линкенсфера Вроде Сейвовый вариант У хвоста 1700 хп Это единственное Что меня настораживает Полков пошел На спот Рикси Рикси в инвизе Хвосту надо валить отсюда Хвост ракету поймал Главное Подальше отсюда уйти Команда Нави Может у нас Пропустить Рошана Забирает ракету Хвост Подформил Немножко Так Дэнди 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 У Дэнди 2500 по голде Плейтмейл Имеется 200 копеек До появления Мистикстафа Потом Необходимо Собирать Потом Шевосглад Потом Октарин Кор Нужен Так То У Дэнди Все Имеется Необходимо Вивер 500 голды Сверху Аганимус Дезраптора Что это Такое Наплевало Вивер У нас Просто На хайграунд Молодец У Фанника Тем временем Появляется Ultimate Orb Я думаю Что Фанник Выходит В Хекс Потому что Хекса По сути Да Ни У кого Из состава Команды Нави Нет И Покупать Непонятно Кому Арсайл На подсосе Денег Вообще Нету У Вивера Не тем Заняты Руки Лешрак Тоже У нас У нас Уже Выходит Непонятно Тут Одно Начал Второе Начал Либо Это будет Шевосглад Либо Это будет Пойнт Бустер Шаку Вообще Еще Не ясно Что Собирать Санейка Я боюсь Что не По шансам Собирать Хекс На данном Этапе Все таки Нетворс У него Четвертый С конца Что Нави 3000 По голде Плюс 2000 По Экспириенс Заходят На Рошана Вижен Команды Фрэнка Сэнси Кэптан Здесь Отсутствует Здесь Стоит Сэнтри Вард Который может еще 4 секунды стоять Но Толка от него Никакого Санейка Проседает По хп Может Санейка Себя как-то Подсевит Санейка Сейчас еще и сольется И здесь есть Вот Здесь есть Вард Очень неприятный Сворм Пошел у нас От хвоста Не просветил Никого Ни по кому Не попал Вивер Забирает Себе Эйджис Поднимает У нас Ветра Валикса И Валикс Тут под статик Штормом Просто рассыпался Отправил себя В Геосептер Это не лучшее решение Потому что Бить тебя только магией Может Издалека Команда Нави Они этим и занялись 450 голды 858 Экспириенса Куда ты побежал Трикси Побежал у нас Подпушить линию Или что Вообще Трикси делает Трикси Надо делать ТП Аут Трикси Надо быстренько ТП на собственную базу Делать Да Трикси На мид У нас ТПшится Фанник запрыгивает На Хайграунд Немфи Вот статик Штормом Немфи развалился 76 секунд Его не будет Байбеку Немфи отсутствует Немфи не будет Матумба Мэн Здесь под БКБ От хвоста Плотненько получает Трикси Вгрызается в отставил Отставил Развалили Ну так статик Шторм уже был проюзан Ну и Фанник Врывается у нас С эпицентром Келлинг спри От Фаника Трикси На лоу ХП Хвост Вместе с Дэнди Выкупается здесь Гирокоптер Где ты деньги взял Гирокоптер Вместе с Буги И Фанник Настреливает по Буге И хвост Буги не отпустит И Матумба Мэн Туда же иди Здесь подкоп Пошел по хвосту Хвоста Finger of Death Через Не надо Теймлэпс юзать Здесь совершенно Ну и поднимает У нас еще и ветра Кстати Матумба Мэна Можно было попробовать Его развалить На хвосте ракета Хвост в Блимеркейп У нас входит Пока что хвост живет Хвоста убивают Хвост у нас потерял Эйджис хвост умер Фанник против Матумба Мэна Матумба Мэн в таверну Санейка в таверну Здесь файт просто 156 в 159 В пользу Я даже не знаю чью Ух Вот это подрались А4 на 5 на 6 Короче 8 в 12 Драка В плюсе Оказывается команда Нави 1800 они заработали И 9600 По экспириенсу Здесь Аэгис Своё дело сыграл Потому что 2 жизни Для хвоста И это классно Ой Валикс Немножко тут Маны с крипа Поимел Ну не лох ли Что это такое Ну как это У тебя 12 Десятых Хеллспоинтов И ты Ты стоишь Ману зарабатываешь На Крипах Ай какой тупенький Нави По голде 8000 По экспириенсу Более 7500 Тоже в пользу Нави Дэнди Бежит у нас К хвосту Ой К 3 Блин К Дэнди Бежит у нас Трикси Ну и Было слышно Что Буге у нас Произал Релокейт Развалили Тэнди Дороговато Конечно Это все стоило Трикси БКБ юзает Кинетик филд Здесь есть Трикси Будет стараться Сделать у нас ТП аут А отменяет ТП аут Трикси Глимсует Назад На Эмфи В статик Шторм Правда Кинетик филд Закончился Фаник Не провязал Эпицентр Фанику Не понял Как-то каст Не прорисовался Фаник провязал Эпицентр В итоге Дэмэджа Правда Немного Нанес Трикси Будут здесь Кать И Трикси Должны убивать Подкоп По Трикси Куда ты побежал Вернись Нам с тобой Великолепно Ну что Нави Забирают Двоих героев Уже у нас Отреспаунился Висп Буги живой Ну и по голде Нави Десятка По экспириенсу Восемь тысяч Какая тяжелая Потная игра На самом деле Для Нави Я думал Полегче все будет Нет Так не стало Так не стало У Арсайла Как был один Агоним Итапок Так и остается Уже минут Сто Вейл оф Дискорд Есть для Санейка Есть для Меркейп Есть для Виверны Еул У Виверадов Хоть что-нибудь На дэмэдж Может же появиться 22 левел Тут понятно Что хвост играет Саевого Но не хватает Дэмэджа Навиам Не хватает И кому бить Кроме хвоста Вообще непонятно Потому что Дэнди Тут немножко Кормом попахивает Кошачьим На Дэнди Влетают И разваливают Очень быстро БКБ Не БКБ Абсолютно плевать Акторин Корр Здесь нужен Так Дэнди Купил себе Еее Дэнди Купил себе Акторин Корр Как он так На опережение Стрим С 30 секундным Дилеем То есть Дэнди Если даже и слушал Он через 30 секунд Фактически услышал бы Что я говорю Об Акторин Корре А он раз так и купил Вот это профессионал А Вот это шарит Пацан 32 на 24 42 минуты Сыгра Нави Выигрывают По золоту Более 10 По экспириенсу 8000 Тоже выигрывает Натос Винцер Дэнди С Акторин Кором У него есть Блатстоун с 4-мя Зарядами Тухловато Но лучше чем Ничего И так Неплохой В принципе Реген Маны Ну и Важная вещь В Сенкинга Появляется Сайд оф Вайс Плюс Хекс Для команды Нави Еще один Уровень контроля Валик Здесь По тихому Решил в спину Навиам Зайти Разгон Пошел по Артстайлу Уведите его На передовые позиции Пусть по всем Хоть не врывается У нас Спиритбрейкер Прыгает на Артстайла Моментально Развалили Артстайла Дэнди Моментально Развалили Санейка Здесь скачет За Валиксом Хвост Отсюда уходит Хвосту Не нравится Такой расклад Мне тоже Вообще Как-то Не по душе Ну Нави Тут Оторопили Слегка Ну что Нави 10 тысяч По голде По экспириенсу 8 тысяч Вроде бы Все ровно Но тут Герокоптер Нельзя забывать Об этом Матумба Мэн У нас уже Приобрел Демонедж И Два Джевелина Да МКБ Для герокоптера Я уже думал В том момент У нас психанул Да Тропирку Какую-нибудь Купит Раз-два И Хвост Подберет Сей артефакт Чудный 5400 Есть у Хвоста Тоже В принципе Можно купить Что-то На демедж Я думал Это будет МКБ Нет Хвост Покупает Себе На данный Момент Кристалис Дальше Будет Доедал Для Хвоста Линку По экспириенсу Выигрывали Девять Теперь Шесть Что там Что там По трешке Слили Это не Есть Хорошо Так Давайте На нетворс Переключимся Ну Хвост Себе Равных Не знает 22000 В принципе Уже Ну Будем Считать Что Шесть Слотов Для Хвоста Имеется Я бы Это Конечно Не учитывал Это не Слот Это так На ранних Минутах Поиграться Немножко В малый Бизнес Малый И средний Бизнес Ну А на Серьезные Какие-то Лейтовые Моменты Выходить С Хэнд оф Медасом В итем билде Это Извините И Виверу Здесь что-то Необходимо Классное На дэмэдж Дополнительную Я думаю Что МКБ Или например Бабочка Хотя нет Бабочка Уже поздновато Гирокоптер У нас с МКБ Что вообще На дэмэдж Виверу Ну МКБ Классическая схема Гирокоптер Мне кажется Будет рано или поздно Выходить Баттерфля И надо этот момент Немножко опередить Хвосту Все-таки У него Топнут Толстная карта Гирокоптер Опережает На Пять тысяч Но эти пять тысяч Можно было бы И потратить С умом Так Нави Продолжает Наращивать Своё преимущество Но это На сорок седьмой Минуте Все копейки Разгон Артстайла От Трикси Здесь Трикси Остановился Трикси Бежит Бежит О, крипочки Остановился Поформить на миде Класс На нас летит Метеорит Пойду поем Здесь Бежал вроде С какой-то целью Хотел Артстайлу Лоб разбить В итоге Остановился Поформил крипов На мидлейне Ну и команда Фрэнк Сэнси Кэптон Понятно, что Горячку здесь Пороть не должна Потому что Врываться одному Трикси Это остаться Без Трикси В принципе Хвост Тут делает нервы Команде Фрэнк Сэнси Кэптон Бегает рядом С Вардом Шукуч Юзает Тут видео В рубрику А вам слабо Команда Фрэнк Сэнси Кэптон Стоит Частично На миде Частично Возле своего Секрет Шопа А Вижен Есть ли у Нави здесь Ну Видят Кусочек Леона Этого Наверное достаточно Да, вот Кусочек На эмфе Видно Понятно Что ни один Здесь Нэмфи Ни Леон И никого Больше на карте Не было Поэтому Ясен Пень Где-то там Всей толпой Команда Фрэнк Сэнси Кэптон И это Еще те Еще те Диверсанты Просто Зайди на хэкграунд Кстати Без Вижена Хвост Мог бы смело Забегать на хэкграунд Я видел У него это Отлично Получалось На интернешнале И здесь Хвост Ну ой Чур Вообще Не надо Даже думать Об этом Хвост Мастер На такие Мувы Еще одна ссылочка В чатике И бан Пока что Просто мутно 10 минуток Так Фаник Подкоп По Матума Мэну Старик Шторм Ему под ноги Старик Шторм С Аганимом И БКБ Не может провязать Матума Мэн Да бейте вы его Где хвост В это время Хвост в это время С Нэмфи дерется Хвоста Сейчас убьют Хвоста Убивают Нет у нас хвоста Хвоста развалили Матума Мэна Правда тоже развалили А кто будет драться Будет драться Дэнди У него есть Токторин Кор У него есть БКБ Он БКБ пока не юзал Один в один подрались Забрали Мейн Керри с одной стороны Мейн Керри с другой стороны Больше конечно досталось Я думаю якорям здесь 729 заработали якоря По голде 3000 по экспириенсу Нави на 500 меньше экспы И на 600 меньше золота Короче в минус ушли Ну и нави потеряли Тут немного Хвост Меня огорчает 2400 есть у хвоста И такое ощущение Что сейва не хватает Виверу И Виверу можно бы подумать Например о Айовскаде Очень неплохая вещь Не знаю кстати Стакаются они уникальны А с скаде по моему Нет по моему не стакаются Это перебор был бы Потому что на рейнже Раньше Еще в первой доте Стакалось все вообще Ну а где хвост? Ну 130 секунд не будет Фаник Запрыгивает у нас На Хайграунд Юзает у нас Эпицентр И Фаник у нас Под Подкилом от Вивер Фанико задули у нас Все необходимое Немфи просто сгорает В статик шторме И под Денди Ну как в статик шторме Под Денди конечно И здесь Трикси У Трикси есть Чарджер Даркнесс Трикси побежал Даблкил от Денди Денди должен забирать Роху Выкупается Висп Кого ты сюда принесешь Собака Висп имеет релокейт Висп уже летит у нас Вместе с Гирокоптером И Матумба Мэн Санейка Денди Сплитеос по двоим Привязали Матумба Мэна И Денди начинает выжигать Команду Фрэнкер Сенси Кэптан Дендис без БКБ Дендис стопят здесь Стопят словят Санейка тут Подсейвил В принципе Денди Думал медвежья услуга Нет Нормально Валикс старается отсюда уйти Уже здесь Есть хвост По-быстрому На Рошана Рошан здесь стоит Ждет своей участи Команда Фрэнкер Сенси Кэптан Отваливается Кто на базу Через ТП Кто пешком Нави заберут Роху Рошана забрали Давайте хвосту Конечно хвосту Хвост просто Неуправляемый подросток Он постоянно в какую-то хрень залетает И Денди Вечно надо ему соединить Денди и Санейка И Санейка Конечно у нас Медсестра года На Винтерн Виверн Играет просто На 5 с плюсом Это так Представляете Если хвост У него просто невероятное Желание фидить у хвоста Неимоверное Желание фидить И хвост Ну самый неприятный вообще Пациент для любого хиллера Для Дазла там Для Виверны И представьте Если Санейка у нас В большинстве случаев Еще хилит хвоста Насколько же круто У нас Санейка сейвит Просто я не знаю Против самой Доты Идет у нас Санейка Не дать хвосту умереть Как? И хвост сидит Как? Кого мы вообще взяли? Что это за тип в команде? И пытаюсь умереть Пытаюсь подфидить Не дает Просто разрыв шаблонов 8500 Нави по голде По экспириенсу 4000 На тебе хвост Так будет с тобой всегда Что Нави? Еще один заход на хэкграунд Можно попытаться 52 минуты По байбекам Смотрим У Фрэнкерстенцы Кэптон Важных два байбека есть Немфи и Матумбамэ Трикси байбек есть Все на этом закончили Здесь Санейка И И все И Нави вообще нельзя умирать Понесут Нави вперед ногами И это будет очень неприятно Разбейте вы ракету Сейчас хвоста размажет Здесь этой ракетой Красавцы Тут вся команда На хвоста работает Самый валидольный По-моему из игроков Вообще За всю историю Доты Опять ракета на хвоста Что ж ты влазишь Все время А то джинсы на коленках Порвешь То В соседский огород Залезешь Постоянно у хвоста Какие-то траблы Постоянно Детская школа Дота милиции По нем плачет Так хвост заходит На хэкграунд Конечно же Хексы подкоп по хвосту Куда же еще И ракета тоже по нему И колдаун тоже по нему Черешу кучу Ходит на хвост Санейка Летает у нас в Еуле Санейка Убили Убили артстайл Потому что Кто-то Залез туда Куда не надо Было залазить Какая Все-таки Нелепица Дэнди Делает ТП аут Хвост Убегает Пешком По нему Летит ракета Ракета в принципе Попадает у нас В Скаде У меня вообще Вопросов Ой вопросов У меня слов нет Что с хвостом происходит Валикс Дальше за хвостом Не уходи никуда хвост Останься Останься Все нормально Все нормально Вся команда Слилась Все окей Начинает наваливать По Валиксу Здесь уже У нас Рилакейт От буги И немфи И хвоста Здесь убивают Убивают ему Аегис Матумба Мэн здесь Лешрак Виверн Все здесь Виверн летит сюда Да бесполезно Это все Ты не подсейвишь Чувака Если он не хочет Чтобы жить Байбек у нас Пришел от хвоста Хвост возвращается сюда И здесь второй раз Хвост умирать Нет Матумба Мэн у нас в итоге Очень неплохо получает Взлетает Матумба Мэн хвост уже здесь Да бей ты Матумбу Байбек от хвоста Байбека не будет В ближайшие Тысячу минут Шесть с половиной минут Нет байбека У Дэнди Есть байбека А здесь герокоптер Немфи И Трикси У всех необходимых Байбеки имеются Нави просрали Две сто По золоту И по экспириенсу Две восемьсот Фрэнка Сенси Кэптон Заработали И вот Вот он Вот он Вот он Не знаю почему Так пригорает Но пригорает Я вам хочу сказать Невероятно Ну и за все партии Валидола Отвечает здесь Я же говорю Исключительно Хвост Исключительно То есть никто Так не подставляется Здесь Санейков Кровь уже руки стер О Кнопку Е на своей клавиатуре Он постоянно Его сейвит Постоянно Он сам отдается Из-за того Что хвоста Приходится сейвить И нет вариантов Себя например Засейвить Хвост Покупает себе Хипперстоун Кираса Нет Да скорее всего Деньги копить На байбэк Уже смысл Понятное дело Никакого пять с половиной Минут Никакого байбэка Для хвоста Запрещено По экспем Фрэнка Сенси Кэптон Выигрывает три тысячи По голде Они проигрывают Пять с половиной Так Все я выпил кофе Успокоился Фаник С хексом Ну и пока После хекса Ничего нового Ну Нави пока что Проигрывает Пока только Отдают золото В принципе Ничего нового Появиться не может Вообще У Лешака После Шивас Гвард Есть три четырестра Дэнди тут держится Молодцом Но Дэнди Катку это Не пойми как Должен вытаскивать Кстати Если шестислатовый Будет Лешак Может И получится Гляди что У команды Нави Но здесь гирокоптер Меня пугает На самом деле Пять пятьсот Есть у него Так разгон у нас Пошел по Не знаю кому По кому-то Ну что Файт начинается На мидлейне И файт начинается У нас на Стаке Эншинда На лох ХП здесь Матумба Мэн Дизраптор На лох ХП Дизраптора Развалили Где хвост Санейка У нас на лох ХП Санейка здесь Хилится Так где же Этот файт Черт возьми Фаника Развалили Фанник так и не Вкасовал Эпицентр В это время Хвост Вместе с Виверной Дэнди Убегает Отсюда Нет байбэков У Фаника Нет байбэков У Артстайла Ну и Нэмпи Уже с руки Валит просто Как бешеный Баттерфляй Но денег-то Столько Нет у команды Нави Конкретно У хвоста Чтобы продать Все и купить Классные артефакты Так что У Валикс У Валикса Просто бомжатиной Воняет от него У него Блинкдагер У него Форстаф И все Ничего нет И при этом Валикс Такой дикий Дисбаланс Привносит у нас Во все драки Хвост у нас При денежках Но он тоже Пованивает Немножко 2000 голды Нави всего лишь Выигрывает По экспириенсу Уже 8 Проигрывает Класс Мьолнир Для щит Зачем здесь Мьолнир Для чего От кого Собственно Зачем Кого бить Мьолнира Так 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 Я не ошибся Нет я не ошибся У гирокоптера Уже есть Сатаник БКБ Сэнжин Яша МКБ Тоже для Матумбомена Имеется Спиритбрейкер У нас Скирасой С Алибардой Есть БКБ Всего Навалом У СФ 5600 на руках На эмфи Может уже Принести себя Сатаник Я честно говоря Подозреваю Что все это Очень хреново Для новей Закончится Быстрей Бить и щиток На себя Кидать Да какой щиток 60 минута Какой там щиток Подвести Подвести Дэмэдж От этой молнии Кому он вообще Упоролся Вся команда Мрет просто От физдефа Здесь надо Кираться 100% Так Матумбомена Пытаются здесь Поймать Хвост Прямо под Немфи Немфи разультился В хвоста Дэмэджа Хвосту не нанесли 227 дэмэджа У Немфи Как же много Где хвост Хвост в это время Настреливает по Матумбомену Хвоста нет байбека Беги отсюда Просто беги отсюда Не останавливайся А Дэнди Здесь просто жарит Команду Форенкерсен Сикептон Хвост у нас В это время Убивает кого-то там И кого-то там Еще и Дэнди убивает Буги должен догореть Хвост ловит ракету Матумбомен по хвосту Сейвить хвоста Всеми правдами Неправдами Санейка Сейвит хвоста Где Дэнди Дэнди Подойди поближе Дэнди у нас играется С Мэджик Стиками Хвост настреливает По Леону Леона забирает И Вис на лоу хп Беги Саша беги Хвост Ракету Не ловит Не ловит И непонятно Как уйти отсюда Санейка Сейвит хвоста Буги на лоу хп Хвост два удара По Буги Буги умрет здесь Буги умирает Матумбомен под бэкб Но он здесь соло Матумбомен Пытается сделать ТП-аут Ловит у нас Сплитез И Дэнди его просто Дожигает Ой хвосту достался Килл Охренеть Тут Дэнди просто Эпично вообще Отыгрывает Да и хвост На самом деле Мансил просто Супер царский Все это было Красиво Все это было Очень нервозно Но это случилось Нави забирают Пятерых по моему Потому что Трикси Только возродился Или он байбэкнулся Трикси нет Трикси не байбэкался Может и не забирали Может четверых забрали Всего Нави Ну что будут заходить На хайграунд 60 минут Просто как Один миг Один миг Какой-то полнейшей Жести Байбэк у нас От Матумба Мэна Нави лучше бы Отсюда отойти Дэнди у нас Стоит В колбе От Санейка Дэнди в хексе Дэнди не трогают Дэнди отходит У Нэмфи Есть байбэк Но не юзает его Так надо хотя бы Мид забрать Тогда Раз не юзаете 4500 на руках у хвоста Забрали мид Можно отходить отсюда У Нави до сих пор Стоит Т2 линия Здесь на самом деле Слиться никакой линии Вообще не останется Если в пятером Например Отдастся и не будет Байбэков Команди Форэнк Санси Кэптенс Обратите внимание Каким количеством Дэмэджа хватит И одной минуты Чтобы дойти До Т4 Они убьют Т2 Они убьют Т3 Они пойдут бить Т4 На бараке Здесь класть 61 минута И на самом деле Навям тут тоже Мне кажется Некритично Снести стороны Просто чтобы Обрезать фарм Например Хвост Сворм по всем Сплит Тесл От Дэнди по всем Статик Шторм От всех Кинетик Филд По всем Минус 4 делает Нави Вот это я понимаю Как Вегу собрали И буги в таверну Это тим вайп От команды Нави Просто разорвало На куски Вот это комба Я понимаю 4400 Нави по голде 8300 по экспириенсу Разорвали просто Вот это мув Конечно Хвоста стоит Это он Мастер Зайти на хайграунд Без вижена Здесь Нави Просто подождали Огромнейший Капканище Поставили На секрет шопе Команды Фрэнк Ситси Кэптен И все они попались Это реально ошибка Просто для школьника Фрэнк Ситси Кэптен Здесь ошибились Вообще я наблюдал Это у профессиональных команд Часто случается Они могут В каких-то крутых моментах Невероятно ему выделять Но как до Школьной ошибки Какой-то должно дойти Да пожалуйста В пятером слиться За секунду Играя 62 минуты Вообще не вопрос Трикси под БКБ Врывается в Санейка Трикси здесь Соло убивает Немфи наваливает Под Энди Примораживает у нас Немфи Немфи будут убивать Немфи убивают Байбэка у Немфи нет Команда Нави Выигрывает Эту 62 Минутную Игру Ух Поздравляем Навей Они выходят В Последний Решающий Матч Против Я не знаю Против кого Против кого-то Из Ниндзи В пижамах Вега Складрон И коллектива Форэнкерс Энси Кэптон Нави Уже ждут В гранд-финале Своих оппонентов Нави В одном шаге От попадания На Интернешнл Они в общем-то Доказывали Доказывали И почти уже доказали Что готовы К серьезным ивентам И что уровень У них В общем-то Ничего такой Я бы конечно Не зарекался Насчет ничего уровня Но вот В том В той канализации Куда их бросили бороться Они как будто Ничего еще На плаву Форэнкерс Энси Кэптон Проигрывают Они вылетают В нижнюю сетку И там будут играть Против победителя Пары Ниндзи В пижамах И в Вега Складрон Матч Который у нас По расписанию Должен начаться Через 20 минут Он должен начаться В 21.00 Все Я небольшую передышку Пока что небольшая пауза Ну минут на 5-10 И Да нет На 20 Давайте будем откровенны На 20 минут у нас пауза И в 21.00 Вега Складрон Против ниндзи в пижамах Посмотрим Кто здесь Выйдет на Форэнкерс И Кэптон И кто будет бороться За выход в гранд-финал Где Нави Уже ждут своих оппонентов Не переключайтесь Оставайтесь с нами Не забывайте Нажимать фолл На нашем канале Абсолютно бесплатно Законно И безболезненно И Будем рады Каждому зрителю На нашем канале Это студия Игрокам ТВ У микрофона Сегодня целый день С вами работает друг И Услышимся на последний Best of 3 На сегодня Через 20 минут До связи Продолжение следует...